Она ворвалась в шоу-бизнес рыжеволосой бестии в короткой ночной рубашке, а её песня про Диму мгновенно стала хитом. Я люблю тебя, Дима. Звезда 90-х Лариса Черникова снова в России. Я же готова, вот я села, накрасилась. Но почему она видеть не хочет свою родную сестру? Две кровиночки друг к другу. Всё, я ложусь спать. Екатерина Антонова, 34 года, была самой обычной женщиной. Жила в Долгопрудном, растила детей, работала в воинской части и даже дослужилась до прапорщика. И вдруг 6 месяцев назад она узнала, её родная сестра по отцу, звезда 90-х, та самая Лариса Черникова. Я хамбью часы в тишине ночи. Мой отец, наш отец был сначала женат на маме Ларисы, и мой папа встретил мою маму. Они поженились, появилась я, но так как у нашего папы привычка с каждым последующим ребёнком забывать о предыдущем, то есть когда появилась у него на горизонте следующая женщина, он благополучно забыл про моё существование, точно так же, как забыл про Ларису. Всё это время Екатерина изучала биографию знаменитой сестры и удивлялась, как же они похожи. Например, она тоже поёт и пишет стихи, а сына Екатерины зовут «Ты не поверишь, Дима». Ты возьми меня в полёт, мой единственный пилот. Когда в 98-м году я была беременна своим сыном, эта песня звучала отовсюду. «Я люблю тебя, Дима, что мне так необходимо», который пела Лариса. Встал вопрос у меня, как же назвать мне моего ребёнка? И вдруг «Дима, я люблю тебя, Дима, прекрасное имя, всё». Дальше больше. Женщина-прапорщик пробила сестру по своим каналам и выяснила, в лихие 90-е Черникова пережила страшную трагедию. Её муж-бизнесмен был убит во время криминальной разборки. А после, как писали газеты, тёмные личности угрожали и самой певице. «История не связана никак с шоу-бизнесом. Там связано с его бизнесом, как я понимаю. По-моему, она сама даже не знает, из-за чего его убили, судя по всему. Может быть, догадывает. В то время вообще всё было непросто». Папа Децела, Александр Толмацкий, защитил звезду от бандитов, а взамен заставил её подписать жёсткий контракт. Согласно договору с продюсером, Черниковой было нельзя выходить замуж, рожать детей, а большую часть дохода певица отдавала Толмацкому. «В то время все были на жёстких контрактах. Потом она исчезла, просто уехала куда-то и всё. Замуж вышла и уехала. Ну, у нас много успешных артистов. Ставят крест на своей карьере и куда-то исчезают». Когда контракт закончился, Лариса Черникова вышла замуж за американца и улетела в Техас. «Я нашла своё счастье на сейчас в материнстве. И я, конечно, не собираюсь оставаться на достигнутом. Даст Бог, у меня будут ещё дети». И только через 13 лет вернулась на родину, чтобы увидеться с сестрой. «Я сама вот не имею ни братьев, ни сестёр. Очень всегда хотела иметь хоть братька или сестричку. Мы вообще ещё в жизни не виделись. То есть для нас эта встреча будет первая». Сестра певицы волнуется. Как примет её знаменитая родственница? «Тебя волнуюсь, мне один вопрос. У тебя вопрос». Екатерина заходит в гримёрную, но, похоже, звезда совсем не рада встрече. «Ой, это что такое у нас здесь? Снимаем. Привет. Пожалуйста». Неужели теперь американской подданной Ларисе Черниковой в тягость российская родня? Или певице стыдно, что её сестра – обычный прапорщик? «У меня будет снимать, как я писаю». Екатерина не знает, как реагировать. Она хотела устроить Ларисе сюрприз. Но вместо опьятия и слёз звезда с ногами забирается на диван и отворачивается лицом к стенке. «Рассказывать я не буду. Я ложусь спать, но другому мне ничего не остаётся делать, как извините, повернуться к вам в задницу». Екатерина не сдаётся. Певица признает в ней родную кровь. Она помогает Ларисе тащить по лестнице тяжёлые чемоданы и провожает до машины. Женщина надеется. Может быть, завтра певица примет её, и они станут по-настоящему родными сёстрами. «Она устала, ей нужно отдохнуть. Да и мне, честно говоря, нужно тоже быть из себя».